Друзья мои, всем привет-привет! Ми-ми-ми, мои девочки! Мы сейчас... Я сейчас кошка мяу! Мы сейчас с Мари готовим фарш на лахмандюн. Что мы добавили сюда? У нас есть полкило фарша, добавили три средних луковицы, три средних помидора, два болгарских красных, три стручковых перца болгарских, еще что добавили мы? Чеснок, три дольки. Ми очень стараемся готовить. Да, мы очень стараемся готовить чеснок, томатную пасту, перцовую пасту, у меня еще был чуть-чуть кетчуп туда положила. В общем, смотрите, как это все выглядит. Сейчас мы включим блендер, потом смешаем и будем пить. Мари слушает меня, сейчас покажу вам. Миша, я мать и мать и мать, я почитаю. Здесь у нас мужички. Здесь у меня вот принцесса наша лежит, под нем отдыхает. Это свечечки я привезла. Везде постели. Ну а что делать, жара такая. И тут у нас постели. Ну ничего, тут сын играет. Ну-ка. Суночек играет мой. PlayStation. Со зрителями. Видео. А ну давай, давай, скажи. Здравствуйте, зрители. Мираби, расскажи, как тебе в Мерсине? Он здесь побрился у меня. Нравится тебе? Очень отдыхаю. Отдыхаешь морально и физически. Кайфует. Мы очень стараемся снимать. Да, мы очень стараемся снимать. Так что ставьте лайки. Пишите хорошие комментарии. Я уже привыкаю, адаптировалась. Самочувствие у меня получше. Подними там, бабуля, полотенце, его надо стирать. Несмотря на то, что у меня все-таки кашель есть. Все боялись, что у меня корона, но это не корона. Не хочу себе показывать, потому что не хочу. Вид такой у меня нехороший. Волосы подняла хвостиком. Такая у нас жара. Детей вот уже второй раз искупала я. И сама тоже. Очень опасно. Так, пошли мы, короче, готовить. Покажем вам младший лохманджун. И папуля очень старается. И очень старается папуля. А я вам что приготовила на завтрак? А ну расскажи. Иди сюда. Наши лохманджун пришли. Мы сидим дружно с семьей. Па-па-па-па. Афетусун. Приятного аппетита всем. Ашкин не дьерла. Ашкитом соли дыр. А, озли дыр. Нерде ашкито сени. Урасы. А? Ирмочка с Деме поспали. Вот так лохманджу я сейчас заверну. И буду кушать. Маре нравится? Да. Деме? Пицца супер. Пицца. А тебе, Мираби? Пицца. Нравится турецкая кухня? Да, да. Такая у нас Турция. Помните, я раньше, когда была в этом парке, говорила, как не хватает моих внуков. Вот эти мои внуки. Мне внуки. Внуки любимые. Индер вышел раньше, а я гладила и с Марей вот идем. Мы вчера снимали видео, а мы сегодня опять идем на пикник. Пикник, да. Вот несем сумку, будем лежать. Вот мои внуки. Сен хатерлёрсен бен гильдым анджидиором. О, нерды беним Тарулары. Семды борода насал ее джекли. Сенэдэ на... А, о да. Семды борода. Ирма, Мария, дэмэ. Ирмачка. Мам, и там уже снялся. Индер бабу. Индер ашки. Лурмы дэмэ воруда гитмэкс. Чиктыо? Качкира чикты. Ааа. Я боюсь так, а они не боятся. Пишина кайды. Я боюсь. А они не боятся. Дэми как хорошо с мячиком спустился. В общем, так хорошо. Постепенно привыкаем к новому образу жизни. И мне немножко уже стало легче. Когда я себя чувствую хорошо, я горы переверну. Эти видео вы увидите позже, потому что мы уже несколько дней как приехали. А я еще загружаю видео, снятое в Батуми. В Батуми некогда было заниматься этим монтированием, публикацией. Поэтому, извините меня, поздно, но зато буду делать такие вот интересные видосики. И Ирмочка играет. Она от него не отлипает. В прямом смысле слова. Эти катаются с такой вборки. Ры такая страшная. Дети не боятся. Смотрите. Продолжение следует. Всем привет, друзья мои. Я заболела. И заболела не на шутку. У меня такой был сильный кашель, что Эндер сказал, давай пойдем к врачу. Врач пошел. Мы поперлись в эту такую жару, 40 градусов, после двух часов, после обеда. Она меня послушала и сказала, что у меня воспаление лепких и без уколов не обойдется. Хотя я принимаю пятый день антибиотиков. У меня выраженная слабость, отсутствие аппетита. Ну и как всегда, очень большая загруженность. И вот назначили мне инъекции цифазолина. Но я делала последний раз их 6-7 лет назад. Так как я очень аллергичная, я боюсь все делать без пробы. В больницу пошли и в одну. Они мне отказали. И я решила все сама себе сделать. Сейчас мы выйдем с Эндером, здесь закажем торт. В Маре нашей завтра день рождения. К сожалению, все так, планы были такие, но все испортилось. Ну ничего. И затем вот забежим на базар, и я займусь своим лечением. Да, сильная потливость у меня. Конечно, не ожидала, что так произойдет. Но что делать? Все, что идет, идет к лучшему. Значит, какие-то очередные испытания в моей жизни. И я знаю, что я уверена, что я их побежду у всех и перенесу. Посмотрите на мою помощницу. Она бабулечке помогает цветочки поливать. Моя девочка, моя внучечка. А там полила ты, внучечка? Вот так вот поливать. Вот так надо, моя родненькая. Вот так надо поливать, если у вас очень-очень много водичек. А там эти с Эндером сидят, кондиционер включен. На панальте очень много бутылок. Там водичка на панальте, и вы будете поливать цветочки. Иди, моя сладкая. Полила все цветочки красивые. Сидим мы на балкончике. Наготовила еды. Сын пришел с баскетбола. Вот так у нас дружная семья. Да, у нас дружная семья. У нас дружная семья. Моя мама работает, чтобы деньги зарабатывала. Ты мое солнышко. Мои дорогие друзья и подписчики. Хочу сообщить вам не очень хорошую новость, что это касается меня. Ходила я к врачу. У меня воспаление легких. Да, наплакалась я, конечно, когда возвращалась. Потому что в этот момент мне нужны силы. А силы у меня нет. Но я все делаю, конечно. Но видно, все, что идет, идет к лучшему. Мне нужно было пройти через эти испытания. И я знаю, что я все выдержу. Это какой-то очередной, очередная проверка от Бога. Мне назначили инъекции, антибиотиков. Таблетки мне не помогают. Так что вот Светлана заболела. И очень серьезно. Но все семьей мне помогают. Так что я уже ничего не боюсь. Видите, какие помощницкие у меня мои. Ребята, я еще там есть. Подожди, я разговариваю. Я не вижу. Они не видят тебя. Что касается насчет антибиотиков. Вы знаете, что я аллергичная. И семь лет назад я делала только инъекции. У меня было воспаление легких. Семь лет назад. И когда я принимала лекарства. Сначала таблетированные. То у меня вызвало аллергию очень сложную. И я попала в больницу. То есть вечером я выпила антибиотик. Кажется, зимак я принимала. В то время нам не давали бюллетеней. Я была очень востребована как медсестра. И все переносила на ногах. И даже воспаление легких. И я помню тот момент, когда я утром проснулась. От того, что я не могла. У меня что-то от удушья. И открыв глаза, я не могла их полностью открыть. Подойдя к зеркалу, я была вся одутловатая. И хорошо, что у меня было дома все необходимые средства. Антигистаминные. И мама мне быстро сделала супрастин. И это не привело к никаким ухудшениям. Меня быстро посадили на такси, повезли в больницу. И там сутки прокапали. Я была вообще как шарм. Поэтому после того времени я очень осторожно отношусь ко всем лекарствам. И к этим ботоксам, когда говорят, что ботокс, наверное, у Светланы нет. Я очень аллергична, поэтому боюсь что-то водить в себя. И эта прививка для меня смертельная, мне кажется, будет. Я даже ее веду. Хотя многие настаивают из моей семьи. Мой муж говорит, давай, запишем тебе, давай, давай. Когда я заболела, все боялись, что я заразилась короной. Так как кетель заболела моя. Но слава богу, это не корона. У меня все признаки осязания, обаяния присутствуют. И я уверена в том, что это не корона была. И воспаление перешло с бронхов на легкие. У нас сквозняки. Мы очень сильно потеем. Несколько раз в день принимаем душ. Вот сейчас я сижу вся мокрая. Внуки, видите, даже раздетые. Невозможно их просто одевать. Они все мокрые. Кондиционер боюсь включать и сидеть там. Потому что боюсь, что состояние ухудшится. Вот оно так и получилось. И врач выписал мне антибиотики. Сказал, что сделают в поликлинике. В поликлинике, в другой поликлинике. Мы, значит, пошли туда. И думаю, сделаю пробу и первый укол, чтобы сделала мне медсестра. Дождавшись своей очереди, медсестра сказала, что мы не делаем пробы. Я говорю, да что здесь надо делать пробу. Просто под внутрикожное вести полмиллиметра, даже 0,1 раствора. И все, нет, мы не делаем. Я психану, вышла и сказала, что я сама себя вылечу. Сама все сделала. Ашкем купил мне такой тонкий специальный инсулиновый шприц. И я сделала себе пробу, реакция отрицательная. И потом, значит, началось самое основное. Думаю, как же я себе сделаю. Но когда нет выхода, приходится все делать. И, значит, я легла, ашкем стоял. Я себя как-то уколола. И говорю, в воде. И когда он вел, то, говорит, чуть после этого не упал в обморок. Говорит, больше я тебе не буду делать. Иди в поликлинику. А в поликлинику идти два раза в сутки по такой жаре. 40 было 2 градуса. Вот сегодня в 2 часа дня. Это невозможно. Я сказала, нет, я сама себе сделаю. Если ты не будешь делать, я буду себе в ноги делать. Ну а что делать, да. И вот, слава богу, первый укол сделан. Лекарства все выпила. Все нормально. И спасибо богу, что в Турции турецким женам все лекарства. И вообще Турции. Бесплатное лечение. Это самое главное. Потому что если бы я в Батуми купила бы 12 ампул цифазолина, я бы заплатила очень большие деньги. А дети, когда заболели, я просто... Какие-то лекарства небольшие купила им, немного. 100 лари заплатила. Ну вот, в чем разница между Грузией и Турцией. То, что здесь бесплатное лечение для турецких зон. Для тех, кто пенсионер, и кто работает. Страховкой пользуемся. Ну вот, друзья мои, сейчас мы будем пить чай. Сейчас я их буду купать. И вот еще один день прошел. А завтра у нашей Маруси день рождения. Ей будет 7 лет. Не 7, а 8. 7 будет тебе завтра. 8. Сейчас тебе сесть. Нет, 7. 6 бабулечка. И, ребята, еще там цветы. И я поливала. Я очень устала, когда я там поливала, поливала. Я сейчас все мокрая. И хочу сейчас скорее помиться. Разве она не похожа на меня, моя внучечка? Любимая. Такие сладкие птенчики. Вам нравится в Мерсине? Да. Тебе нравится? Да. А почему нравится? Нравится. Ну, что здесь хорошего? Батуми разве плохо с бабулей Катей? И в Батуми такое море грязное, а здесь не грязное. Ну, и там тоже чистое Батуми. Неправда. Чего же ты сейчас начинаешь? Ты же говоришь. Ладно, друзья мои, будем заканчивать и заниматься своими делами. Будем завтра поснимать вам день рождения Марии. И там еще это... Конечно, бабуля хотела ей много сделать аквапарк, но бабуля больная. А потом, когда поправится, пойдем, да? Я хотела, у меня когда с научением будет, здесь аквапарк пойдет. А кто пойдет, если бабуля больная? Без бабули как? Без бабули никак. Будем ждать моего выздоровления. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!